Уважаемые телезрители, мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ. Мы продолжаем серию наших передач, посвященных проблемам просветительства в России. Как литература занимается просветительством? Каковы основные моменты, связанные с просветительством нашей литературы? В прошлых передачах мы очень долго, много, очень часто говорили о роли художественной литературы в просвещении наших, прежде всего, школьников, ну и студентов. А сейчас мы будем говорить об учебной литературе, причем о той литературе, которая используется при внеклассном чтении. Ну, известно, например, что в Советском Союзе в свое время была одна из самых лучших систем внеклассного образования. Эту систему у нас использовали японцы. И помогает нам в нашей сегодняшней передаче наш гость Павел Евгеньевич Часовских, пиар-директор издательского дома Мещерякова. Добрый день, Павел Евгеньевич, большое спасибо, что вы согласились прийти на нашу передачу. И, Павел Евгеньевич, я скажу, я вас пригласил сегодня не случайно, пригласил вас вот по какой причине. Насколько я знаю, как раз вот эта проблема внеклассного чтения, внеклассного образования, это как раз та проблема, которой занимаетесь лично вы. Я так просто понял, да? Ну, не до такой степени. Лично я этой проблемой занимается издательский дом Мещеряковина, где я работаю. Вопрос в чем? Дело в том, что учебники, собственно говоря, их много различных, но их усовершенствованием заниматься мало кто хочет. И учебники уже давным-давно для детей, для школьников младшего возраста, это как бы вспоможение в обычной учебе. А мы создаем прикладную литературу. То есть, причем можно сказать, что эта прикладная литература, наверное, скорее создана не для детей, а для учителей и для родителей, и для студентов. Объясню почему. Не дети покупают книги, а эти книги мы по школам не распространяем, то есть они продаются в магазине. Эти книги покупают родители, и эти книги, они не новые, они не написаны современными писателями. Им, например, самые старые книги больше ста лет, то есть она была написана больше ста лет назад. Это книга Тома Тита «Продолжаем научные забавы». То есть так мы ее назвали, а называлась она «Занимательная химия». В общем, это книги, рассчитанные на родителей, которые хотят заниматься со своими детьми, которые хотят им давать дополнительные знания, которые хотят их как-то направить в профессиональном плане, или, может быть, создать им какое-нибудь хобби. Потому что, ну, как ребенок понимает, куда он пойдет после школы, именно благодаря родителям, как они его направляют, и чем они интересуются в его жизни, и чем пытаются его заинтересовать. Этим занимаются наши книги, как можно сказать, наши литературные агенты. — Павел Евгеньевич, а сразу у меня к вам вопрос. А вот чем ваши книги, они отличаются от книг, ну, обычных? Почему, вы говорите, они помогают сориентироваться? — Это заключается в том, что, ну, например, возьмем просто, вот книга Владимира Левшина «Магистр рассеянных наук». Эта книга — помощник в математике. Я думаю, вы согласитесь с тем, что с математикой не у всех детей хорошо, потому что у кого-то логическое мышление, у кого-то другое. Вот. А эта книга, она интересный симбиоз в том плане, что она подает математику через игру. Соответственно, кто будет играть в эту игру? В эту игру могут играть родители с ребенком. То есть они могут ему объяснить, что такое математика, что это не страшно, что это нормально, посредством вот этой книги. То же самое могут делать и учителя, естественно. Учителя математики могут покупать эту книгу, брать для себя, изучать ее и по ней вести, потому что кто-то скажет, что математика и игра несовместимы. Так вот нет. Как раз книги Владимира Левшина, которые были написаны еще в 20-30-х годах XX века, утверждают обратное, что можно. Потому что есть ученики, которым интересна математика, и они по ней успевают. А ведь есть, которые не успевают, и учителя решают эту проблему по-разному. То есть кто-то подтягивает учеников, кто-то стоит им тройки и просто оставляет. А вот это может помочь детям все вместе заниматься и, соответственно, хотеть подтягиваться. Вы знаете, Павел Евгеньевич, я просто позволю себе согласиться с вами, что действительно с помощью игры, иначе говоря, с помощью определенных форм, мы должны привлекать школьников, студентов, да просто обычного читателя. Я как человек, который пишет литературу, я что же, когда провожу свои идеи, я через какие-то занимательные формы, ну не только я, любой другой человек. Заинтересованный человек. Да, заинтересованный человек. Точно так же я глубоко убежден, что любую сложную вещь можно подать через определенные завлекательные, занимательные формы. Вот, я помню, когда мы учили английский язык, фамилию, по-моему, Керсли, автора Керсли, там мы очень хорошо учили английский язык через, знаете, какие вот формы, вот тоже любопытные. Профессор, у него класс, там студенты, и, значит, этих студентов, по-моему, у него было шесть или семь, причем один студент, он такой умный, другая студентка красивая, третий студент лодырь такой. То есть создаются характеры. И, кстати, насколько я знаю, вот на СГУ ТВ тоже будут создаваться вот такой эксперимент по таким передачам. Правда, я не знаю вот когда и что, но вполне возможно, что он тоже будет. Но, извините, я вас продолжал. Ну, в принципе, мы делаем одно дело. Так и хочется сказать. В любом случае, да. То есть, ведь если что-то... Дело в том, что информация, если сто лет назад было только из развлечений книга и театр, не было ни кино, ни интернета, ничего другого, что сейчас искушает детей, уводит их в другие стороны от литературы, информация подавалась другой скоростью. Жизнь была в другой скорости, все было гораздо медленнее, и информация подавалась другой скоростью. И сейчас вот с интернетом, с кино, которое тоже стало быстро, еще лет 50 назад можно было себе позволить на какие-то витиеватости. А сейчас вся информация выдается на бешеной скорости. И конкурировать учителям, чтобы выдавать информацию в должной скорости, практически невозможно. То есть нужно создавать какой-то очередной симбиоз. Но при этом то, что было раньше в советской школе, вы сказали, что Япония использовала в дальнейшем наработки нашего внеклассного чтения, ведь составлялись целые списки для учителей. Сейчас этого нет. Более того, что самое страшное, что, может быть, эти списки, их можно найти, и они бы пригодились, но не найти эту литературу. Вот в чем проблема. Тут можно назвать просто целый список фамилий тех авторов, которые писали в свое время, но при свержении советской, так скажем, литературы, были тоже выкинуты в мусорный ящик. Весьмирно, сильно мы разрушены. Да. На основании зачем? Да. И, собственно говоря, вот как раз сегодня я просматривал некоторые списки, которые работали там в 70-е, 60-е годы. Ну, например, Мирета Шагинян, которая писала исторические книги. В основном она известна всем как летописец Ленина, но это не отменяет того, что она писала исторические какие-то факты. Почему нет? Недавно были серьезные дебаты о новом учебнике истории. Ну, это вообще, сами понимаете, это вообще наша беда просто. Наше Министерство образования, учебник истории, который кроится просто, можно сказать, каждый год, и все равно никого не удовлетворяет. Я, кстати, помню, в свое время, в 90-е годы, был какой-то министр или замминистра образования, я уже забыл его фамилию, он с гордостью говорил, что он, причем по телевидению это говорил, я выкорчевал из учебников истории все патриотические моменты. То есть наши люди перестали быть патриотами. Я когда слушал, я думаю, так за это человека нужно привлекать к ответственности, а не давать ему возможность такое выступать. Ага, извините. Да. Вот. И, соответственно, как бы про историю. Да, наше издательство, у нас есть книга такая, возможно, она, может быть, и не касается истории, но просто о том, что хотел рассказать. Для учителей истории. То есть очередная книга, которая может быть прикладной. Ну, все, кто видят Котда Винчи, всем сразу хватаются за сердце уже сейчас, это понятно. Но дело в том, что книга вот этой серии, она о биографии. О биографии Леонардо да Винчи и рассказывает о том, как он делал свои книги. То есть почему сейчас современные авторы, которые, безусловно, хотят в основном денег, а не какой-то просветительской вообще заниматься деятельностью, почему бы не взять наших отечественных исторических личностей, начиная от Александра Невского и заканчивая, там, например, Ключевским или Станиславским. Почему не создавать приближенные к детскому восприятию вот такие вот красочные книги с описаниями жизни и деяний? Ибо вот на этом, возможно, и вырос бы патриотизм. Ну, увы, наш рынок завален в основном достаточно некачественной иностранной литературой, а в том плане, что создаются какие-то новые герои. Как недавно рассказали, ну, то есть не анекдот о такой случае, вывели на детский утренник мальчика в очках с черными волосами и в чем-то черном. И учительцы говорят, дети, кто это? Все кричат, Гарри Поттер. А учительцев слезы, это Знайка. Вот, понимаете, свержение ценности, когда оно произошло, почему оно произошло, и почему этому никто не хочет противиться, это непонятно. Я могу сказать так, что внеклассное чтение нужно прежде всего для родителей и для преподавателей. Почему? Потому что мне могут сказать, учителей нет мотивации, а учителей очень много безразличия в последнее время. Им просто, ну, вот они там поставили тройку и все, отпустили. Просто есть такой опыт, я слышал о таком опыте одной учительницы, но опыт в кавычках. Учительца математики пришла в новую школу и начала учить только отличников. Четверочников и троечников, она на них не обращала внимания вообще, она их игнорировала. В итоге троечники ушли за грань, но она им ставила тройки. А те, кто учились на четверке, тоже скатились за грань, и им тоже она ставила тройки. В общем, почему говорю как опыт? Дело в том, что она подошла, с одной стороны, к этому, ко всему. Возможно, может быть, каждому учителю стоит подходить с таким подходом к своему классу в том плане, что есть отличники, есть на четверку учащие, есть на тройку. И не создавать ли для каждого из них лично самому учителю программу? То есть вот эта нагрузка и вот эта литература, так скажем, это вот для отличников. Вот эта нагрузка и вот эта литература, это для тех, кто учится на четверке. А вот это для трочников и остальных. Понятное дело, что каждый учитель скажет, что это вообще тяжело и нереально, но скорее лучше так, чем вот именно запускать все. Павел Евгеньевич, а вы не думаете, что если вот такую программу запустить в классе, то сразу возникнут определенные проблемы, определенные конфликты? Ну как, скажешь, а что это ему... Ване вот эту программу, а мне вот эту. Что, я хуже Ваньки, что ли? Ну, дело в том, что все-таки в классе-то есть какая-то кастовость, то есть отличники — это одна группа. Ну, здесь, может быть, к этому применить еще другой опыт. Дело в том, что ведь кому-то интересен бальзак, а кому-то интересны какие-то дворовые песни. У нас учительница, вот когда я учился в школе, у нас она сделала так. То есть она тоже каждому раздала по интересу какую-то вот литературу, а потом каждого просила сделать доклад. И я делал доклад по Замятину, а какой-то мальчик делал доклад по Паустовскому. Ну вот я просто сейчас не помню точно. Ну вот именно так. Понятное дело, что для нее это было тяжело, но благодаря ей каждый не остался неудел. То есть у каждого, каждый внес свой вклад. Понятное дело, может быть, это у меня утопические мысли, но вот как-то мне вот так кажется, что должно быть. Но не безразличие в любом случае. И поэтому я обращаюсь к учителям, преподавателям, к абитуриентам. Нужно создавать уже сейчас себе списки вот этого внеклассного чтения. Не обязательно на фоне книг нашего издательства, но в любом случае необходимо, потому что, как мне сказала одна женщина, ее ребенку учительница сказала, знаете, что не читайте Льва Николаевича Толстого «Война и мир», лучше возьмите кассету в прокате, посмотрите, и в общем потом расскажете. Ну, это просто учительница, которая... Это печально очень, потому что к этому все идет. В итоге мы не будем давать детям литературу. Мы им просто скажем, а вот идите в видеопрокат, посмотрите это все, потом что-нибудь напишите и будьте здоровы. Не хотелось бы, чтобы до такого дошла и школа, и литература. Павел Евгеньевич, и еще вот то, о чем вы говорили, тут есть, как мне кажется, определенный момент для дискуссии. Хорошо, будут в классе индивидуальные программы, будут в классе заниматься по системе внеклассного чтения. Но ведь если в классе, предположим, 5-10 учеников, это понятно, но 30 учеников в классе, или там 40 учеников, вот вы представляете, сколько программ нужно создать? Да, сколько создать учителю. То есть нет, это, понимаете, я-то за это. Ну, просто я вот думаю, ну а как вот возможно это? Ну, в любом случае, не обязательно же для каждого индивидуального вообще ученика, а я имею в виду по группам именно. Да даже по группам. Это же сколько нужно создать? 5, 6, 7 будет групп по созданию. Ну, или хотя бы вот на 3, как я говорю, 5, 4, 3, да. То есть, ну, понятное дело, что это тяжело, и кто-то скажет, что вообще нереально, а кто-то скажет, что это не нужно. Но, скорее всего, это нужно, потому что дело в том, что в Америке же у них как устроено? У них есть такая вещь, что если человек, ученик или ученица занимается спортом, то, соответственно, ему по остальным предметам, где мозг надо напрягать, его там двигают. И у нас такая система есть. Да? Просто при мне этого не было. Я, видимо, отстал. Нет, нет, я когда учился, я тоже был спортсменом, и тоже двигали. Класс. Понятно. Значит, вот, ну, понимаете, я просто о том, что в любом случае это получается, что если человек занимается спортом, значит, ему не нужна литература. А может быть, ему нужна литература. И, может быть, она есть для него, она есть о спортсменах. Или, например, нашим издательством выпущена книга Рожев Резон Роша «Первый в связке» про альпинистов. Мне как-то спросили, зачем вы ее выпустили? Те, кто ходит в горы, они ее читать не будут. А те, кто еще туда не пошел, прочитав, не пойдут. Я говорю, почему нет? Если она рассчитана на 14-15 лет, это как раз то самое. То есть и какой-то мальчишка, прочитав ту книгу, поймет, что это для него, и он будет этим заниматься. Просто немножко поискать. И учитель, я думаю, не перетрудится, если просто найдет для ребенка книжку, вот для этого ребенка, именно для этого конкретного. Не будет, может быть, сам ее читать. Может быть, для себя что-то интересное узнает. Моя учительница по литературе позволяла нам читать что-то другое. Ну, то есть вот она понимала, что, например, Достоевский для кого-то тяжел. Она говорит, прочитайте «Чингизайтматов». Ну, просто попроще по языку немножко. И ребенок, это как, понимаете, это обращение внимания. А внимания не хватает детям, ну, никогда, вот этого специфического. И понятное дело, что каждый учитель против того, чтобы изучать тома и талмуды и составлять все вот эти списки. Но, возможно, тогда можно делать рекомендации родителям какие-то или разговаривать с ними, или узнавать вообще, что за интересы у ребенка. Потому что часто в итоге школа идет вразрез с этими интересами, и потом, возможно, мы теряем там талантливых те же самых альпинистов, или астрономов, или химиков, или еще кого-то из-за безразличия учителей. Нет, безусловно. Если учитель безразличен, то действительно человек может любить, скажем, литературу. Но система преподавания такова. Я вам честно скажу, когда я учился в школе, у нас была такая система преподавания литературы, что она отбила у меня охоту. То есть я вот увлекался, ну, кто же знал тогда, что я буду писателем. Но на долгие годы она отбила у меня вот этот интерес. Потому что один раз я прочитал Достоевского «Преступление и наказание», и нужно было, значит, написать тему про Скольникова. И я что-то написал такое, ну, как сказать, такое, что, ну, наверное, не подходило под какие-то общие стандарты. И она мне сказала, ты знаешь, что, парень, ты оставь свои мысли при себе, а здесь, ну, постарайся. У нас очень любили интерпретировать, да, по литературное творчество классиков, и очень не любили другие интерпретации. Это правда. То есть, да, то есть они знали, это как в свое время Белинский, да, говорил, что хотел сказать Гоголь. Вот, а когда Гоголь прочел одну из статьй Белинского, он схватился за голову, говорит, господи, да это все выдумал Белинский, я ничего этого не имел в виду. Но, тем не менее, мы вот учили по Белинскому, Гоголя мы учили по Белинскому. Вот, Павел Евгеньевич, у меня вот еще к вам такой вопрос. Дело все в том, что нашу программу смотрит очень много студентов. Вы сказали, не только для учителей, но и для студентов в самом начале. А вот эту тему можете немножко раскрыть? Ну, дело в том, что сам как бывший студент. Тема бывшая. Да. Естественно, приходя в институт, я помню первую фразу, которую сказал преподаватель, забудьте все, что вам дали в школе. Не знаю, повсеместная ли это фраза или нет, но как бы то ни было, мне не удалось забыть то, что мне дали в школе, но практически очень быстро забыл все то, что дали в институте. Так вот, для студентов у нас также есть различные книги. То есть вот эти все книги, они тоже годятся и для студентов в том плане, и для студентов педагогических учреждений, институтов и училищ. Например, вот эта книга «Клад на подоконнике» Ольги Кувыкиной. Ольга Кувыкина — кандидат наук, биолог. В общем, это книга о природоведении, прикладное природоведение. То есть здесь интересные и захватывающие рассказы о растениях. Также вот на обложке приклеен конверт с семенами. На самом деле вот удивительно, что очень многие люди подходят и говорят, ну зачем вот вы это издаете? Дети не любят природу, дети не любят цветы. Ну то есть вот любят подгребенку, но дело в том, что природоведение, оно вообще само по себе интересный предмет. Он возможен в вариациях. Ну то есть преподавать его можно различными совершенно способами. Это вот один из них. То есть интересные рассказы о удивительных растениях и об удивительных их свойствах. Или, например, вот эта книга «Смоляна». Как же называется эта книга? Эта книга нельзя приложить к какому-то предмету, потому что это логические задачки. Но в любом случае нельзя сказать, что это не может быть интересно, потому как через посредством этой книги о логических задачах, интересных для детей, можно подать любой предмет. Химию, физику, математику, алгебру, геометрию, астрономию. То есть нужно, чтобы студенты приучали себя к тому, что с детьми нужно общаться, а не просто выходить и что-то говорить себе или от себя, потому что, приходя учиться в институт, ты набираешь знаний, и ты потом идешь с ними делиться, но не стоит забывать, что у детей тоже есть свои какие-то знания, и их тоже придется как-то принимать или не принимать. И потом, как завлечь? Да. Потому что, ну, о чем говорить? Учитель заболел, школьники рады. Заболел преподаватель вуза, студенты пляшут от радости тоже. Да, вот предложи многим студентам, давайте вы не будете ходить, мы вам проставим там зачет. Согласятся все, скажут, прекрасно. Понимаете, то есть вот этот момент, к сожалению, познания. Поэтому, как сделать так, чтобы профессор вуза, чтобы учитель в школу, приходя к детям, он, чтобы они его ждали, чтобы если он заболел, они, ну, не плакали, ну, по крайней мере, были очень-очень расстроены, что вот не будет предмета. Чтобы хотя бы навестили. Хотя бы навестили, но, по крайней мере, чтобы они ждали, потому что они говорили, что вот, 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 понимаете, вот нет предмета, нам бы так хотелось. И вот здесь все неклассные, да. Да, и как раз вот про списки внеклассного чтения, которые я вот уже говорю, битый час, то есть они старше меня, эти списки, но они действительно интересны. То есть там, во-первых, инсценировки литературных произведений. Вот прям в классе берем рассказ Чехова, учитель берет рассказ Чехова, там, вы сами знаете, любой рассказ Чехова — это две-три роли максимум, и разыгрывает его прямо здесь. Неужели неинтересно, неужели дети не увлекутся этим, потому что, ну, у каждого есть только тщеславие, так скажем, это будет. Или тот же самый театр устроить, школьный какой-то. Но это, видите, это вот к литературе так легко можно что-то привязать. Но также можно придумать какое-нибудь занятие, подвижное, созидательное занятие и к другим предметам. То есть я сейчас не могу привести прям конкретный модельный пример. Но, например, и на химии, я помню, мне было интересно, потому что там всякие реакции, происходит действие какое-то. Но ведь это действие можно увеличивать, с ним можно что-то создавать. То же самое с физикой. Потому что я помню, ну, у меня с физикой там не очень получали все эти физические опыты, формулы, еще что-то. Но вот учительница опять подошла к этому творчески. Она дала мне возможность сделать рефераты. То есть, соответственно, опять она мне, она как человек, который, вот, например, здесь не может, он может там, обращала внимание в неклассное чтение. Это возможно практически везде. И мне кажется, это достаточно просто. У нас был класс, как раз вот 30 человек, и вроде все учителя с нами справлялись. Но не все, конечно, вот поступали именно так. Ну, мне кажется, что вот что-то прикладное сверх того, но сверх не сидения дополнительного в классе, не дополнительного трата времени на скучный там разговор или выслушивание каких-то речей, а вот именно какое-нибудь действие. Видимо, вот сейчас пришло такое время, чтобы учитель был мобильнее немножко. Нет, я с вами здесь совершенно согласен. Почему? Потому что действие, оно, причем прикладное действие, оно действительно стимулирует интерес. И я часто тоже сталкивался с такой проблемой. Даже вот я сам преподаю в ВУЗе, и обращаю внимание, вот как привлечь студентов к моему предмету. Ну, благо, у меня интересный предмет технология творческого процесса. Но все равно, знаете, не все же хотят быть писателем. Есть спящие. Да, есть спящие. Когда я уже несколько раз приводил пример, что спрашиваю, кто был из известных у нас поэтов, там, прозаиков да Пушкина, и один мне называют Дзержинского, перепутав Дзержавина. Ну, бывает, бывает и такие. Да вот как, значит, находить. Вот я, например, тоже нахожу способ, даже когда я анализирую произведение, или они у меня придумывают сюжеты конкретные, а я говорю, вот, там, ты, Маша, заходишь в комнату, там, Вася поднял нож, вот сейчас он тебя убьет. Ну, они смеются, им становится интересно. А вот он должен зайти Гришей и спасти ее. Вот спасти Машу. И вот тогда они начинают комбинировать, ищут какие-то варианты. И тут неожиданно сюжетная линия начинает как-то выстраиваться. И потом настолько бывают отсюда интересные моменты, что они настолько вот увлеклись этим делом, что никогда не забуду, как один студент подходит к ним, и, знаете, я, говорит, придумал интереснейший сюжет. Вот миллионер один заказывает собственное убийство. Я говорю, слушай, интересный, очень интересный момент. Я даже говорю, если можно, вот, воспользуюсь, пожалуйста, вот, ноу-хау моего, говорит, ноу-хау пользуйтесь. Потому что интересно. Ну, на самом деле, оказывается, такие уже, это где-то было, но тем не менее, тем не менее, это, значит, действительно неожиданный момент. И я этому студенту, кстати, я помню, что он при анализе там произведения, они не любят анализ, что там говорить откровенно, вот так. Но здесь я ему поставил, по-моему, очень хорошую оценку, я уже не помню, какую, потому что парень действительно, вот, мы поощрили его светлую голову, неожиданные ходы. Вот как раз это вот не классное чтение. Да, это вот оно и есть, да. Потому что именно благодаря этому можно увидеть какой-то талант, иной узреть. Потому что кто-то вот был, да, сиднем сидел, ничего не делал, ничего не умел, что-то там читал, что-то там царапал, и вдруг бац, вырастает великий фотограф, или великий путешественник, или великий химик. Почему так происходит? А вот как раз вот этот момент нельзя упустить, пока ребенку пока интересно, пока ребенок себя еще вот вот пока не в переходном возрасте, пока он еще не утвердил себя и не делает все напротив. Как раз вот для вашего, как раз вот курса, который вы ведете, можно даже использовать такую вещь, как фотография. Как бы раскадровка такая. То есть если там кто-то пишет сюжет, пусть берет фотоаппарат и своими друзьями делает какую-то раскадровку. Это тоже такое расширение. И может быть действительно появится режиссер хороший. Не обязательно, может быть, он будет писатель, может быть, будет хороший режиссер, сценарист, фотограф. То есть сразу уже как-то, то есть любое дополнительное оборудование, любое дополнительное оборудование, любое Дополнительное действие рождает больший интерес, и, соответственно, потом люди придут с благодарностью, выросшие люди, которые будут благодарны своим учителям за вот такой метод внеклассного чтения. Павел Евгеньевич, а вот вы работаете конкретно со школами, с вузами? Мы бы хотели работать именно с школами и с вузами, поэтому, если вас интересовала эта программа, если вас интересовали наши книги, пожалуйста, обращайтесь, будем вместе разрабатывать программы, может быть, даже тот же самый список внеклассного чтения можем создать вместе, общими силами. Потому что, если с миру по нитке голому рубаха, в общем, мнения будут учитываться абсолютно все, потому что, действительно, сейчас очень многие те книги, вот как я говорил, которые раньше были в списке внеклассного чтения, сейчас в разделе букинистических, и их еще, наверное, и не найдешь даже. А кто будет заниматься переизданием? Вот можем мы заняться, и у нас будет больше, и мы как раз возродим ту ветвь образования для родителей, студентов и учителей. Который уже поможет воспитывать новое поколение детей с чувством того, что они знают, чего они хотят, куда они идут, что они делают и чем они хотят заниматься. Павел Евгеньевич, вы как-то раз говорили мне, что проблема, с которой вы сталкиваетесь при переиздании старых учебников, она связана с тем, что там определенная идеологическая линия. Благодаря КПСС и так далее. Ну, я думаю, что, я бы скажу свою точку зрения, что вот этих моментов бояться не надо. Почему? Потому что в данный момент, ну, надо относиться к этому немножко с юмором. Главное, это вот та метода, которая дается, метода изучения предмета. Вот вы согласны с такой постановкой вопроса или нет? Ну, метода просто, смотрите, мы как раз вот говорили, учебник, про который я вам упоминал, это учебник занимательной астрономии. Казалось бы, то есть понятно, почему КПСС, там тонкой красной линией, потому что Советский Союз был покорителем космоса, мы были первые там. И, соответственно, в общем, космос — это наше все, наше все советское. И вот в этой книге просто дело в том, что, как ни удивительно, образ вот этой вот тонкой красной линии, он в очередной раз затуманивается и в очередной раз обрастает легендами. То есть он уже оброс легендами дважды. Вот как раз недавно просто читал в одном журнале, что современные дети думают о Ленине. Он уже просто полубожество. То есть настолько вот он уже оброс легендами за этот промежуток. И поэтому здесь очень тонко, потому что в астрономии вот эта вот тонкая красная линия советской власти, и там упоминание Энгельса, Маркса, Ленина, они тоже говорили что-то о космосе и тоже как-то, в общем, влияли на это все. Я боюсь, что, наверное, нет. Все-таки метода есть метода, просто эта астрономия, которую мы хотим издать, она для маленьких совсем. То есть для того, чтобы 6-9-летний ребенок, им не преподают еще астрономию, но откуда он о ней узнает, откуда он будет узнавать про эти там планеты, еще что-то. Ну не из фантастических же фильмов американских. Он узнает об этом из книжки, в которой детским простым языком, очень простым, все написано. Что есть Луна, кто такой луначарский, кто такой Королев, что такое Юпитер, что такое Солнце. Потому что информация, она впитывается в любом случае, какая бы она ни была. Там она несложна, но в любом случае она впитывается. И потом, когда ребенок уже дойдет в школе до предмета астрономии, у него уже будет какой-то базис. Или, может быть, ему будет интересно уже вот с этого 8-9-летнего возраста заниматься этим. То есть не думаю, что партийная какая-то линия вообще помогает образованию. Нет, я не это имел в виду. Я, наверное, не очень четко выразил свою мысль. Я имел совершенно другое, что просто на этот момент не стоит обращать внимания. У нас же многие проблемы идеологизируются. Ну, например, в школах был предмет раньше политической... Простите, не в школах, в вузах был предмет политической экономии. А сейчас его переделали в экономической теории, назвали. Понимаете, ну, почему? Потому что говорят, что, вот понимаете, значит, политэкономия, тут что-то отдает марксизмам. Хотя, извините, термин политической экономии ввел еще в 16 веке француз Антуан Монгрентьен, написавший специальный экономический трактат, посвященный королю и королеве. То есть Маркс к этому понятию не имеет никакого отношения. Но у нас вот идеологически вот такие штампы. Так вот, я и думаю, что... Ну, не стоит обращать внимание на те идеологические штампы. Ну, Ленин... Ну, вот я привожу такой пример, что никогда Иосиф Сергеевич Сталин не был большевиком. Никогда. Он был монархистом. Ну, я имею в виду уже, когда он стал у руля государства. У него любимые там герои были Иоанн Грозный, Петр Первый, его кумиры. Он на них равнялся. Ну, оставил он этого Ленина как... Ну, и пусть себе этот Ленин. Ну, для меня это тоже анахронизм. То есть главное здесь... Даже есть какой-то вот советский учебник, его боятся переиздать. Почему его боятся переиздать? Говорят, вот здесь вот про партию что-то. Да и пусть это будет партия. Главное же метода. Метода. Вот я о чем имею в виду. Это, увы, да. Очень многие, как я и говорил, выбрасывая советских авторов в корзину, выбросили и факты. Самое, что страшное, они выбросили факты, причем научные факты. И очень многие люди говорят, а где же те учебники, как же их найти, почему их не переиздают? Потому что то, что издается сейчас, издается с ошибками. Причем с ошибками, привезенными, извините, даже аж из-за границы. То есть переводится какая-то энциклопедия, не пойми о чем. То есть она издается такими гигантскими тиражами, в красках вся, такая прям манящая детей и родителей. Они ее покупают. А там ложная информация просто-напросто. И вот как раз то же самое, что вы сейчас сказали про то, что вот этот вот предмет не Марксу принадлежит, вот это вот выражение популярной политической экономии. С этим же вот, кому с этим разбираться? Нет больше Лихачевых. Вот сейчас, во всяком случае, вот и не вижу, не видно этих людей, которые бы взяли и так потрясли немножко вот эту вот, не систему, а литературу, которой пользуются учителя, студенты, родители. Уж даже не знаю, пользуются ли родители этой литературой или нет. Нет, ну может быть они есть, да не про нашу честь. То есть наверняка же есть умные люди, которые разбираются, которые могут что-то порекомендовать. Но, к великому сожалению, они же ведь не имеют широкого выхода на экран, пресса. Ну пресса, ну что, ну газету, ну он опубликует что-то в какой-то газете. Ну кто эту газету сейчас прочтет? Это раньше он опубликовался, скажем, в «Новом мире». И все, человек известен, он изложил свою позицию, ее знают. Сейчас он опубликует в журнале «Новый мир». У него тираж там, ну несколько тысяч, две-три тысячи, да? Ну кто будет читать? Должен быть широкий, выход на широкий экран. Поэтому вот мы, СГУ-ТВ, да, мы делаем все возможное для того, чтобы, ну как-то вот донести до людей, донести до людей по мере наших возможностей, чтобы они поняли, что вот есть вот такая позиция, что есть вот такие моменты. Вот, а вот еще мне интересно, Павел Евгеньевич, один ваш вопрос как профессионала. Это тоже вроде немножко отлипусь, но на самом деле он относится к системе внеклассного чтения. Вот когда у меня супруга была за границей, ее одна вещь, она говорит, просто меня раздражала. Раздражала что меня? Я открываю какую-то коробку, эту инструкцию, и там написано первое, всуньте вилку в розетку, да? А вот я подумал, а почему это плохо? А может быть это не плохо? Вот при формировании вот учебников, может быть, действительно какие-то моменты, особенно программы для детей, ну математика, вот мы говорили о математике. То есть не все наши дети являются отличниками в области математики. Не все они в этом деле разбираются. Так может быть, какие-то моменты программы сделать упрощенной именно в системе внеклассного чтения? Может быть, не просто упрощенными, а по технологии, по технологии иными. Потому что учебник, изданный больше ста лет назад по математике, начинался с такой фразы «Милостивые, государи, вы вступаете в мир математических наук». То есть автор вступления, он обращался лично к каждому ребенку, что куда ты вступаешь, что тебя ждет, чем ты будешь заниматься. Вот, понимаете, такая вот маленькая вроде вещица предисловие, а вот оно исчезло. И учителя тоже такое предисловие своим ученикам не говорят. Они не хотят в них видеть личности, а, соответственно, и ребенок в ответ не хочет в учителя видеть личность. Ну, видите, ты уже в область психологии залезаешь, в таких социальных отношений. Так вы и должны, потому что вы же занимаетесь этим делом, вы же выпускаете книги. Это естественно, вы и должны этим заниматься. Просто дело в том, что не хотелось бы тут приплетать прям все подряд, но вот именно этого-то и нет. Потому что ребенок ощущает себя личностью с 7 лет. С 7 лет он хочет, чтобы с его мнением считались. И учитель, в принципе, должен первым вообще считаться с мнением ребенка. Более того, почему сейчас вот говорят о том, что учителя плохие стали, или что вот и все говорят, они мало получают, или еще что-то. Ну, какие-то, в общем, споры об этом идут. А проблематика немножко в другом. Дело в том, что мало кто сумел получить другое образование, и многие пошли в учителя, потому что некуда было. Это такая страшная отговорка, но, увы, таких учителей много сейчас. Вот к ним хотелось бы обратиться особенно. Пожалуйста, не стоит так относиться к себе и к жизни, потому что вы выбрали наивысшую стезю. Учить — это великий крест, но нести его вам помогут ваши дети. Именно те дети, которых вы учите. И в этом могут вам помочь наши книги. Вот. Потому как в учителя идут от... Ну, просто вот есть в маленьком городке только педагогический институт, и все. Ну, а куда еще эти девушки? Потому что мальчики все-таки реже идут. И оттуда идет вот эта вот как бы круговая порука, которую только литература, наверное, может как-то облагородить, спасти, как-то это унять, направить в правильное русло. И поэтому вот это вот дело наше общее, я думаю, оно благородное, хотя благородство не в моде нынче. А вот скажите, пожалуйста, каковы все-таки перспективы развития вот этого неклассного чтения? То есть, да так же, как сразу следующий вопрос, каковы перспективы все-таки возрождения нашего внеклассного образования, вот этой нашей системы? Ну, во-первых, перспективы именно внеклассного чтения, увы, я сейчас вижу это так, что это вот будут делать одиночки. Ну, пусть хотя бы одиночки начнут, потому что они тогда в какой-то момент смогут объединиться в какой-то союз, который создаст, может быть, издаст некую книгу, свод знаний такой, понимаете? Почему нет? Возможно, детям, ученикам, студентам, абитуриентам, учителям требуется какое-то издание свое, и, возможно, оно появится. Это будет первый шажок, но это будет мощный шаг в образовании и вообще в системе образования. Просто дело в том, что не думаю, что министерство ринется реформы проводить очень быстро и вообще понимает о том, что существовало внеклассное чтение, а сейчас оно исчезло. И потом, опять же, к родителям хочется обратиться, к родителям, учителям, потому что очень многие считают, что вот как раз проще посадить ребенка перед телевизором, там у него мелькающие картинки и все, в общем, он там типа образовывается. Нет, нет образования, потому что даже недавно появившийся детский канал, там просто сказали, мы не будем делать образовательные программы, они не нужны. Вот, понимаете, о чем говорить, о каких перспективах можно говорить. Только личная заинтересованность каждого. Вот наше издательство, оно заинтересовано. Книжные магазины, которые выдвигают такую литературу у себя на первые полки, привлекают к ней внимание, к этой литературе внеклассной, которая интересна, которая потеряна, и которая может быть потеряна вообще навсегда. Недавно на книжной выставке девочка сказала лет 18, что не знает, кто такой мамин сибиряк. Тургенева не знает один парень. Вот я говорю, он Тургенев. Он говорит, а кто такой Тургенев, он меня спрашивает. Я говорю, я не скажу тебе, кто такой Тургенев. Вот иди, хотя в энциклопедии посмотри, кто такой Тургенев. А лучше, конечно, возьми, прочитай там отцы и дети. Ну, видите, а проблема-то в чем? В том, что родители, наверное, забыли уже, кто такой Тургенев. Потому что, ну, откуда это все идет? Если у родителей на книжной полке стоят там... Ну, понятно. Да, как это там. Да, страшно произносить, в общем, что бы то ни было, что могло бы стоять на книжной полке. Хотя, может быть, что на полке вообще ничего не стоит. Никаких книг вообще. Ну, да, это когда, как знаете, в старом анекдоте приходит учительница к Вовочкиному папе жаловаться. Говорит, вы знаете, я спрашиваю Вовочку, кто написал «Войну и мир»? А он говорит, честное слово, не я. Смотрите, говорит, такое. А папочка, папа подумал, задолок почесал, говорит, слушайте, а может, сеть на нее он, а? Ну, она в шоке выходит, в коридор садится на лестничную, на ступеньку, там, этой лестницы, не знает, что делать, сосед, говорит, что случилось? Она рассказала, да вы, говорит, их не слушайте, у них такая семья ужасная, когда кто что напишет, никогда не признается. Вот такие, к сожалению. Вот, и самый последний момент, о котором я хотел поговорить, Павел Евгеньевич. Ну, вот, есть, например, у меня контакты с Российской академией, РАЕН, там тоже занимаются проблемы образования. Ну, давайте как-то вместе, раз мы попали в такую ситуацию. Раз, что там говорить, государству это не надо. Вот о детском канале. Я помню, когда мы, еще в прошлогодней передаче, говорит о необходимости создания именно детского канала, то мы прежде всего говорили, именно имели в виду систему просвещения. А получается, вот вы говорите, что не надо им. Давайте лучше мы покажем мультики, да, или там что еще, или там боевичок, черепашек-ниндзя, давайте покажем, да. Так это на самом деле такое вспоможение взрослым, чтобы ребенок сидел пригвожденный к телевизору, не мешал, не отсвечивал и не воспитывался. Так а какое мы поколение следующее получим тогда? Даже следующее поколение я. Да, поэтому я думаю, что, Павел Евгеньевич, давайте как-то совместными усилиями, вот вы, мы там, как писатели, научная общественность. Давайте как-то, да, ну, по крайней мере, вот мы системы Академии районной, системы Академии наук и начнем работать. И совместно как-то будем решать проблему, чтобы с выходом на школы, там, на систему библиотек, она тоже есть. Меня во многие регионы приглашают выступать. Так что давайте, давайте совместно. Работать как-то будем выходить из положения. Да, опять же, к слову как раз о телевидении, вполне можно вернуть те самые образовательные программы, которые были раньше, которые были давно, и разные языки, и та же самая астрономия, и да все, что угодно. Вот сейчас вот СГУ-ТВ остался. Вот, Павел Евгеньевич, к сожалению, время наше подходит к концу. Вам большое спасибо за такую интересную информацию, но я единственное только с сожалением, что вынужден констатировать, что многие проблемы все-таки у нас остались неразрешенными, и, конечно, было бы хорошо, если бы вы бы еще к нам пожаловали. Спасибо большое, Александр Павлович. Вот, ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы прощаемся. До следующих встреч. До свидания. Всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok